здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале в этом видео я поделюсь с вами своими правилами уборки которые позволяют мне ну практически перманентно иметь вот такую квартиру в полной чистоте и в полном порядке несмотря на то что в нашем доме живут трое детей 13 лет старшему ребенку 6 лет среднему ребенку и 3 года младшему ребенку у меня нет помощницы по хозяйству я убираюсь сама делаю это каждый день и могу сказать что да конечно же бывают разные ситуации когда какие-то вещи оказываются не на своих местах например детские игрушки которые так и не были убраны в соответствующий ящик или корзину например вот такие забытые объекты в данном случае бутылка воды который конечно же нужно переставить поместить там где хранятся подобные запасы в нашей квартире случается по-разному иногда я я человек который ответственен за порядок нашей квартире за порядок в нашей семье я часто говорю что для меня уборка это прежде всего возможность которая дана мне контролировать вещи вокруг себя и контролировать вещи также другие члены семьи и жить в том пространстве которое сто процентов меня устраивает я тоже иногда забываю свои вещи относить делаю там как и все за нехваткой свободного времени но тем не менее мое первое правило которому я стараюсь следовать как раз таки неукоснительно звучит очень просто все что ты берешь клади на место я научила этому свои детей я стараюсь сама всегда относить на место то что я взяла и прошу своего мужа и напоминаю ему чтобы он отнес на место то что он взял это чем он воспользовался возможно сейчас ему это не нужно это мое первое правило что взяла всегда клади на место второе правило проистекает из первого у каждой вещи в моем доме есть свое место жительства я точно знаю куда я это положу я точно знаю куда я должна это убрать я точно знаю куда я это отнесу после того как я воспользовалась этой вещью именно это позволяет мне не покупать лишнее в том числе для украшения своего дома для уюта своего дома я не покупаю вещи если я совершенно не представляю куда я их поселю где у них будет их место жительства куда я их буду убирать как и большинство хозяев я вижу огромное количество красивых предметов которые как мне казалось раньше могут украсить мой дом но теперь я совершенно точно понимаю что скорее всего эти вещи лишние в моем доме просто потому что я не представляю куда их поставить и как и хранить именно эта мысль и именно эта причина очень часто останавливает меня от излишних покупок которые потом будут являться ничем иным как вещами которые захламили мой дом в моем доме действительно мало текстиля это было сложно мне как хозяйке осознать что текстиль дает мне беспорядок что текстиль дает мне излишнюю пыль что текстиль требует от меня большего времени на уборку и со временем я избавилась от всего текстиля от которого смогла избавиться текстиля мало даже в тех комнатах где его традиционно много где традиционно обилие текстиль ассоциируется у нас с уютом это прежде всего спальня а также ванная комната в своих роликах о минимализме я много раз рассказывала как два комплекта чистых полотенец вполне достаточных для меня и для мужа это разгрузило мне полки в ванной комнате я также рассказывала что два комплекта постельных белья на большую кровать совершенно достаточно для на мой взгляд любой семьи и следующее мое правило которое позволяет мне меньше убираться и которое позволяет мне легко поддерживать порядок это пустые поверхности конечно же по возможности пустые поверхности могу сказать что для меня это самая сложная задача в уборке самая сложная задача в созданию уюта в доме за который я несу ответственность как хозяйка пустые поверхности поддерживать поверхности пустыми незагруженными очень и очень сложно но она того стоит я стала также уделять достаточно большое внимание объему точнее объему вещей которые меня окружают объемные вещи именно объемные они большие по своему размеру например картина может быть большая но мы совершенно точно понимаем что она силу своей плоскости не может быть объемный так вот объемные вещи они очень затрудняют уборку они забирают много пространства и теперь я уделяю большое внимание именно объему тех вещей которые уже имеются в моем доме и объемы тех вещей которые возможно я хотела бы купить я рассказывала что заменив махровые объемные халаты в наши ванны на более тонкие я смогла получить действительно более разгруженное пространство более аккуратное пространство потому что объемные вещи на мой взгляд очень и очень утяжеляют его и также делают уборку но действительно более сложной мы все представляем что большие крупные вазы напольные вазы как бы красиво они не смотрелись это объекты декора за которыми совершенно точно сложно сложно ухаживать часто комментариях возникает вопрос об авторстве картин которые так или иначе попадают в кадр счастье я сама рисую поэтому украсить свой дом картинам я отношусь прежде всего как аксессуару для дома для меня не составляет никакой сложности но пожалуйста имейте ввиду что очень красивые фотографии которые вы можете сделать самостоятельно привести из каких-то путешествий либо с каких-то памятных мест либо событий всегда в черно-белом варианте распечатаны в несколько большем размере в большем формате могут украсить ваш дом и такой постер сделанные своими руками безусловно является очень очень индивидуальной вещью которая будет характеризовать именно вашу квартиру именно важно именно ваши жилища живые цветы в доме а точнее цветы в горшках растения в горшках мало имеют отношения к уборке но я решила об этом упомянуть я сделал для себя потрясающее открытие что живой цветок небольшого размера является прекрасным украшением является прекрасным аксессуаром для любого дома стремимся мы к минимализму либо у нас дом оформлен совершенно другой стилистике живые цветы цветы в небольшом горшке впишутся в любой интерьер любовь к живым цветам а также внимание к тому как они могут украшать пространство появилась у меня именно здесь в италии в италии мне большие цветы в горшках очень очень популярны я помню что в россии цветы на подоконниках это признак какого-то даже мещанство но тем не менее цветы в горшках на подоконниках в любом месте самое главное очень часто в неожиданном месте например на кухонной рабочей поверхности например в ванной комнате безусловно цветы нужно будет выносить к свету чтобы они комфортно себя чувствовали тем не менее цветы в неожиданных местах да и вообще цветы в любых местах могут сделать наше жилище уютным чистым и аккуратным еще одном правило которое позволяет мне содержать мой дом в чистоте и порядке и в уюте это постоянное расслабление расслабляюсь как минимум раз в неделю и очень часто записываю об этом видео в расслабление попадают какие-то незначительные вещи но это и есть хлам который очень часто затрудняет нам уборку и затрудняет нам вообще комфортное нахождение в нашем доме в нашей квартире в нашем пространстве поэтому расслабление постоянное является частью моей уборки расслабление постоянное является одним из правил которое позволяет мне легко поддерживать чистоту в моем доме я редко делаю генеральную уборку я использую любую возможность для того чтобы убраться для того чтобы убраться это значит что когда я возвращаюсь у меня есть какие-нибудь 10 свободных минут между одной поездкой другой как правило между забором одного ребенка и привозом другого ребенка я надеваю фарту для того чтобы сохранить свою одежду чистой и использую это время для того чтобы быстро быстро убраться но быстро не значит не эффективно вообще я стала за быструю уборку раньше я думала что чем больше времени тратишь на уборку тем она эффективнее но теперь я поняла что можно убираться хорошо и делать это очень и очень быстро еще одно мое правило которое помогает мне быстро убираться эффективно убираться это мои средства для уборки Я отдаю предпочтение натуральным средствам, потому что они не вредят ни мне, ни жителям моего дома Это, конечно же, уксус, это почти 100% спирт В Италии это 98% алкоголь Ну и различные средства для уборки, совершенно безопасные О них я много раз рассказывала в плейлисте Об уборке вы найдете много информации на эту тему Ну и последнее мое правило, которое позволяет мне действительно иметь мой дом всегда в порядке И всегда чистым Это тот простой факт, что я убираюсь каждый день Я не просто каждый день использую возможность, чтобы убраться Я вообще убираюсь каждый день Немного, но по чуть-чуть Какая-то зона всегда убирается каждый день изо дня в день Это также связано с моей привычкой не генералить раз в месяц, либо раз в полгода Мой дом перманентно чистый Я делаю максимально возможного из того, что позволяет мне сегодняшнее мое свободное время Мое настроение, моя неусталость Я убираюсь каждый день, но по чуть-чуть И могу сказать, что это очень-очень удобно И это очень-очень эффективно для того, чтобы порядок в твоем доме был всегда Ну что ж, дорогие зрительницы, вот такие мои легкие правила, которым я шла, поверьте мне, очень-очень долго Долгое время я была человеком, который стеснялся такого беспорядка, который творился вокруг меня в моем собственном доме, когда я была еще студенткой Мне стоило больших усилий приучить себя к порядку, приучить себя к самодисциплине Дети поменяли мою жизнь и многие взгляды на многие вещи И могу сказать, что если раньше уборка казалась мне чем-то очень-очень занудным, очень-очень сложным Теперь все поменялось Я совершенно искренне могу сказать, что я убираюсь легко, делаю это быстро И сейчас для меня уборка, как я часто говорю, как я сказала в начале видео Это способ контролировать пространство вокруг себя И иметь вокруг себя такое пространство, каким я здесь и сейчас хочу его видеть Желаю всем легких быстрых уборок, я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова, всем пока-пока